Дневной Разворот Уже начал на миллисекунды День в основном состоянии Знаете, вот каждое утро у нас начинается с разговора с сыном Со старшим Просыпаемся, в садик собираемся Он говорит, папа, а что уже вечер? И приходится объяснять Что это еще вечер, а не уже вечер Блин, ну сейчас вот рассветет потихоньку Как-то невольно задумываешься о том А может быть есть смысл жить на час вперед Москвы в этом, да? А может быть и на два А может быть и на два Там если покопаться в истории, по-моему, нам два нужно Хорошо, всем хорошего настроения Такого рабочего, предновогоднего В 12.05 у нас традиционная программа Культпоход стартует Мы сегодня будем говорить с представителями театра Нас с Паской Большое событие сегодня в нашем Кировском этюзе Там сегодня премьера Тайна волшебной страны Мы эту постановку презентовали Это музыкальный детский спектакль Семейный, я бы даже сказал, да? И по этому случаю Киров приехал Переводчик с авторой Это пьеши Ольга Баршавер Которая будет у нас в гостях в студии Автор британская писательница Элинор Фарджон Собственно, Ольга перевела это все дело И сегодня все будет презентовано Ну, естественно, помимо беседы с представителями ТЮЗа У нас, как всегда, будет викторина Будет много вопросов и много призов Так, ну, а что касается нашего первого часа Программы «Дневной разворот» Как говорит бабушка моей супруги Что-то у нас тут сегодня мужикаста Мужикаста Мужики собрались Шесть мужиков в студии Включая нашего звукорежиссера Артема Щелканова Здрасте! Константин Сичихин, Богин Шарифов и Виталий Брам А теперь вопрос, слушайте, мы угадайте, о чем говорим О чем будем говорить? Вы угадайте с двух раз Все, уже ответ поступил Перед рассветом Неужели? Неужели? Неужели о том, что мы сейчас обсуждали Вы тоже нельзя говорить эфире? Как настроение у членов группы рабочей При общественной палате, которая следит за нашими дорогами Круглогодично следит? У членов рабочей группы? Хорошее настроение хорошее Судя по тому, что, видишь, веселы все и песни поют Да, новогоднее хорошее настроение Снег вывозят Такое же прекрасное, как дороги, да? Да, снег идет, снег вывозят Снег вывозят, но неизбежно И все это растает, так сказать, поэтому Но просто мы же там перенимаем, как бы, да, то есть Судя по состоянию дорог Особенно некоторых Такое ощущение, что кто-то смеется над нами на цель Вот поэтому нам просто смешно становится Вот не так давно Багир Багирович у нас был В единственном экземпляре здесь Отдувался, Виталий Брамов не пришел, не смог, вернее Задержали депутата городской думы Да Мы тогда начинали эфир все-таки с воспоминаний С ностальгии по Менькину Вот сейчас хотелось бы, чтобы Константин и Виталий Помянули Менькина Высказались все-таки С 25 декабря, да, с понедельника Он не работает по собственному желанию Андрей Юрьевич, если вы нас слышите Вернитесь немедленно Ну как так, оставить приприятие городское Которое в ответственности за все дороги Содержание в самый пик зимнего сезона Без руководителя, ну как так возможно было Константин, вы же помните Найти замену, потом заменить Вы же в 20-х числах октября Вместе с Андреем Юрьевичем были здесь у нас в студии Я его спросил, работать будете, Андрей Юрьевич, дальше Конечно, он сказал, буду, но есть намерение продолжать Все хорошо Потом, как выяснилось, он в отпуск Потом в отпуск, потом в отпуск А потом заявление Устал, устал Россияне Я устал Ну что случилось, Константин? Не знаю, я за него, конечно, сейчас не отвечу Что у него там случилось Может быть, какие-то личные моменты, семейные А может, и правда устал работать в Кировской области А может, и не сошелся с новым руководством С новой администрацией А может, срок командировки кончился Да, может, срок командировки кончился Мы сейчас можем с вами только гадать Мы сейчас с вами можем просто-напросто гадать на картах И понимать, что же случилось с Андреем Юрьевичем Конечно, мы постараемся уточниться Если он выйдет на связь когда-нибудь Или там отпишется в каком-то месседже Все-таки, а что случилось, почему Андрей Юрьевич решил нас покинуть На сегодняшний день Андрей Юрьевич, мы вас все равно найдем Хоть бы преемника осталось, что ли Интернет, социальные сети пестрят разными мнениями Что же такое произошло Мемами пестрят Мемами пестрят Мемами, да Ну вот даже высказывается предположение, что испугался какого-то преследования Я думаю, вы По закону харассмента испугался, что ли Нет, в моем понимании, мне кажется, просто не сошелся во мнениях с новым руководством И руководство поменялось, человек написал заявление Главу администрации Да, главу администрации И все, на сегодняшний момент Не только Андрей Юрьевич у нас там с администрацией, как говорят, уходит в ближайшее время Ну вот такая ситуация Всегда приходит новая И слава тебе, Господи Услышал нас, что люди должны смениться Надеюсь, что в лучшую сторону Но при всем уважении к Андрею Юрьевичу Мы его обсуждаем, кто-то смеется Но слушайте, вот контракты на зимнее содержание мы увидели Это же кошмар, то есть нет критериев оценки Укрепленной лоты То есть те ошибки, про которые мы говорили год назад Они сохранились, не изменились, стали еще хуже Но эти документы все готовил Андрей Юрьевич? Это все готовилось при нем При нем Кто готовил, ну это второе Это второй вопрос Но при нем, конечно, он являлся руководителем То есть он вам такую хорошую память о себе оставил Да, да никакую он память не оставил Киров Русского построил Давайте переименуем Киров Русского в проспект Менькино Давайте переименуем Киров Русского в проспект Менькино Так, наверное, и надо не Киров Русского, а проспект Менькино Есть маленькая проблема в связанности Дорога Менькино Перед тем, как уйти, подписал документы, мягко говоря А потом, ну как мы говорили, размыл ответственность Потому что сейчас по этим допам, по контрактам Спросить-то некого Люди, которые готовили, они говорят Слушайте, это уже другая история Это уже другие люди, другое все по зиме мы имеем ввиду, на зимнее содержание. На зимнее содержание. Да, на зимнее. И сейчас, на сегодняшний день, опять же, у нас опять начнется то, что в этом году дороги сделали, в следующем году придет новый руководитель, будет винить старого руководителя и говорить, что вот то некачество или те моменты, тот брак, который сейчас на сегодняшний день есть, это грехи старого руководителя, а я вот новый. То есть ответственных опять не будет? Да и опять ответственных. И мы с вами уже в таком периоде живем уже на моей памяти, уже года три, наверное, когда у нас постоянно руководитель дирекции дорожного хозяйства меняется. Но при этом и Шутинов остается. Он как был, так и остался. Он там единственное работает? Сколько лет он уже там работает? С момента создания? Нет, конечно, просто и с момента создания, но, по крайней мере, периодически он становится исполняющим обязанности руководителя, как и сейчас. И всплывает, потом опять уплывает. При этом контракты по содержанию уличной дорожной сети на 2018 год готовил товарищ Шутинов на сегодняшний момент. Он все-таки как ответственное лицо. И больше вопросов, конечно, и к нему. И он никуда не делся. Мы к нему все равно зададим эти вопросы и задаем эти вопросы и будем задавать вопросы. Да не пугай, сейчас он денется завтра. Да никуда он не денется. Нет, нет. А если вот наша аудитория, которая нас слушает, если там есть люди с образованием, с опытом работы, то позвоните, вот в студию позвоните, скажите им, я готов работать ДДХ. Я готов возглавить ДДХ. Люди, которые возглавляют какую-то турфирму, которые приезжают сюда на полгода, потом уезжают. Ну, пусть это местный человек с образованием хотя бы, ну, со строительным хотя бы. Ну, вы-то признаетесь. Ну, это же важно. Вы-то признаетесь. Вы же тоже ищите, беседуете. А? Общаетесь? С кем? Кандидатуру. Кандидатуру. Ищите, кто был возглавить ДДХ. Нет, ну, конечно, нам бы интересно было бы, кто был возглавить ДДХ. Человек, который был, во-первых, с дорожным образованием, во-вторых, с опытом работы, а в-третьих, все-таки был ответственным. С совестью. С совестью и словом. Потому что Андрей Юрьевич говорил многое и в эфире, и нам, что он будет работать, да? И здесь неоднократно он говорил, что я никуда не денусь, я тут на пять лет на всю программу безопасной и качественной дороги, а в итоге за свое слово не ответил и тихонечко слинял. Ну, Константин, но я не соглашусь. То есть, первое интервью, которое он дал, портал Лосу и Кировский, то есть, там четко было сказано, получится? Хорошо. Не получится? Уеду обратно. Видимо, не получилось. Что за подход такой? Вот такой подход. То есть, видимо, не получилось, да? Видимо, да. Либо слишком хорошо получилось. Вот два момента. Слушайте, я думаю, что он икает уже неделю, две, три. А извини, хотя бы пусть поикает, если он что-то отвечать не будет. Из-за этого насядь с ним... Мы также потеряли, не стоит забывать, субъекта, который был выше, который курировал всю дорожную область, госпожа Куземская, а мы же ее тоже потеряли. Куземская. Куземская, ну неважно. А теперь тоже уже неважно, так неважно ее потеряли. Вроде принято было. Куземская, да. Куземская. Где она? Ну как? Где? Теперь она общественник. А, научили, да? Научили. Ладно, давайте сейчас небольшую паузу сделаем, потом уже начнем конструктивно говорить о том, что у нас в первую очередь зимой, на ваш взгляд, будет, и как вы будете следить за этим все. Продолжаем нашу беседу. Рабочая группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог в нашем городе представлена сегодня Константином Сичихиным, Багиром Шарифом и Виталием Бромом. Так, давайте еще раз повторим, что же произошло в вашем... Нет, я имею в виду ваше заявление в Уфас, в том числе, да? Да. Давайте повторим, чего добились. Ну, смотри, то есть, проанализировав все контракты на содержание дорог в 2018 году в городе Кирове, мы выявили существенный факт, который, по нашему мнению, не позволил бы контролировать должным образом подрядчика. То есть, в контракте прописаны четкие критерии оценки работы, выставляются баллы. В зависимости от этих баллов проявляется оплата работы. Соответственно, получил оценку 5, отлично, молодец, получил полностью оплату, получил оценку 4,5 снижения, 4 снижения, 3 снижения, 1 не платно. 1, значит, ты сам должен. Так-то бы, да. Но, может быть, стоит еще ввести критерию оценку 6, то есть, если слишком хорошо, давайте доплатим из каких-то бонусов. Такая практика есть, в том числе, в Европе. Там есть бонусы поощрительные. Это было бы интересно на будущее. Но сейчас мы просто просмотрели, и дороги категории А, это весь сын города, они отсутствовали почему-то. То есть, для категории В, для грунтовых дорог эти критерии прописаны. То есть, четко есть понимание, что нужно сделать подрядчику. Подрядчик понимает, что он должен сделать, как качественно выполнить работу, чтобы получить максимальную оплату. Заказчик понимает, все остальные понимают. Но почему-то пропала в прошлом году, в 2017, в этом году она присутствует. В следующем году, в 2018, она почему-то отсутствовала. Но мы, естественно, пожаловались в УФАС, в прокуратуру. УФАС, рассмотрев жалобу, также точно те же вопросы задал. Это здравый разум и логика, она присутствует везде. К сожалению, представители администрации и ДДК, которые присутствовали на рассмотрении жалобы, среди всей той воды, которая лилась из их уст при обосновании этого решения, то есть, было вычленено два основных посыла. Первое, это сделано намеренно. Второе, для того, чтобы лучше содержать. То есть, лучше содержать дороги при отсутствующих критериях оценки. Ну, вот как-то вот так вот. УФАС к радости всей нашей встал на сторону здравого разума. Огромное им спасибо, что выполняли свою работу и заставил, предписал включить эти критерии в контракт. Уже разыгранные, кстати. Ну, не заключенные на тот момент времени. То есть, они разыграны, но не подписаны еще, да? На тот момент времени были, сейчас уже подписаны. Такие же проблемы есть в Кире Чепецке. Мы просмотрели, там есть там тоже местные кисфиты, которые пошли по этим же стопам, то есть, посмотрев, что там вообще отсутствуют какие-либо критерии, они также пожаловались в УФАС. Вот вчера было рассмотрение, и там местный заказчик, местная администрация не могла ответить ни на один вопрос УФАС. Будет там решение какое-то на следующей неделе. И я думаю, что в области везде такая проблема присутствует. И здесь вопрос к Митрансу. Почему нельзя сделать типовой нормальный контракт, как-то было сделано при ремонте дорог, Если помните, в прошлом году. и разослать во все муниципальные образования города, области. Слушай, Виталий, если ты говоришь, что в других образованиях такая же система и тоже не прописаны эти условия, то может быть, это как раз и есть типовой договор. Ну, это кому-то может быть выгодно. Да, но это, видимо, да, потому что не может так случайно совпать. Ну, смотрите, вы подрядчик, я заказчик, вы убрали город, фиговенько убрали, да? Я смотрю, слушайте, фиговенько убрал. Ну, если у меня есть критерии, я тебе ставлю оценку 3, я тебе плачу не 100%, а, допустим, 60%. Ну, блин, ну, ладно. Я говорю, недостаточно. Недостаточно. Ну, я говорю, ну, слушай, в следующем месяце убери получше. Поставлю 100 баллов, скажу, молодец, премию, грамоту. Это если критерии прописаны? Да, а если их нет, да, там есть отсылка на ГОСТы существующие, где, в принципе, все прописано, но в контрактах есть условия. Предмет контракта, во-первых, прописан четко, где площадь дорог, там категории дорог, они все прописаны, есть там все дороги прописаны абсолютно в титуле, есть условия приемки, ну, сдачи работ, то есть, и там идет отсылка на приложение контракту, где есть критерии, в этих категориях нет категории. А критерии не прописаны, да. То есть, соответственно, ты когда с ним встречаешься, ты говоришь, слушай, Володь, ты что-то плохо прибрал, он говорит, да ну тебя нафиг, да, все нормально. Конечно, нормально. Все соответствует, все соответствует, да, он скажет, ну, да, вот там категорию Б, там, допустим, улица Спаска, я фигула прибрал, да, но категорию А, это же прекрасно, ты такой, нет, плохо ты прибрал, ну, как, а как ты оценил-то? У тебя же критериев нет, и все, и заказчик скажет, ну, так-то да. А, ну, это как, например, услуги парикмахера, да, на стриг что попало? Ну, я же тебя постриг, я же использовал ее, там, инструменты. А по каким критериям определить, хорошо или плохо? А в Чепецке там еще хуже на сегодняшний момент, там совсем таких категорий не было в аукционах и никак не прописано. То есть вообще нет ни категорий, ни критериям. Там вообще ничего нет. А в Слободском даже техническое задание отсутствует. Ага, еще проще, да? это мы только вот говорим про... То есть просто подрядчик сделает что-нибудь, называется? почисти, почисти как-нибудь, и как-нибудь, где-нибудь что-нибудь, когда-нибудь. И на сегодняшний день, вот на следующей неделе по Кире-Чепецку будет рассматриваться жалоба в УФАС. Ну, уже решение будет. Ну, решение уже будет. Она вчера рассмотрела, а решение будет на следующей неделе все-таки. Надеетесь, что аналогичное будет решение? Ну, как минимум, как бы если говорить о здравом смысле, туда. Как минимум, внесение каких-то здравых предложений на сегодняшний день как максимум это отмена этих контрактов, потому что там даже и внесение это уже, ну, она не спасет ситуацию. Тут вот, проще говоря, в мутной воде легче ловить рыбу. Наша-то цель передать власть от группы элит своду правил, а свода правил нет. Вот даже маленький нюанс такой, смотрите, улица категория А, это дамба, да? Там одна машина просто прошлась и убрала ее, да? И та же дорога категория А, это Ленина, где куча карманов, тротуаров и так далее. Они имеют одинаковую стоимость. Этого не может быть. Там очень много нюансов, над которыми надо работать. Но суть в том, что тот же Минтранс, о котором Константин говорит, и службы ДДХ, которые должны иметь уже этот пакет документов, продуманный, просчитанный, так сказать, объективный, они его не имеют. Вот по нашему мнению, это все, соответственно, делается для того, чтобы его не иметь умышленно. То есть вот я лично, я сейчас не о ребятах говорю, чтобы, так сказать, тень не бросить, вижу там халатность, причем, ну, мягко говоря, с точки зрения закона преступную. Ну, как так? Ну, правильно, что речь, что этим не спали в деньгах, во-первых, идет. Так, какова сумма, напомните, на зимнее содержание? Общая сумма в городе, в городе Кирове, это 300, 390, 388 миллионов. 388 миллионов. Ну, в них, естественно, есть, включая там, мосты Ливневка, это 33 миллиона, есть там направление уже на Русское и так далее, там отдельный контракт на 8 миллионов. Ну, если брать там, вот именно город Киров, там четкие границы, это 350 миллионов. 350 миллионов. Много или мало? В последнее же мы говорим, то есть нам всего 10 процентов от необходимости. Ну, слушайте, ребят, вы вот когда... Так, а 10 процентов это откуда? Ну, вот как бы нужно 3,5 миллиарда, а дают 350 миллионов. При этом, это как бы такая легенда есть такая. Самое смешное, что всегда вот эта цифра скачет, в рублях-то она скачет, то 4 миллиарда нужно, то 2, то 3, то 5. Непонятно. Так вы скажите, сколько нужно-то, может кто-нибудь купит это все, может там послать, там, Путину скажет, батюшка наш любимый, дай денег, не хватает. Ну, может, ну даст. Ну, не жалко же. Царь. Ну, в любом случае, согласились, даже если речь идет о 350 миллионах, то вопрос, да, их мало, так давайте хотя бы эффективно расходовать. Да, и не тратить. И самое интересное и важное в этом вопросе, то есть понятно, что рентабельность на контрактах по содержанию, она довольно низкая. Это правда, то есть там 5-6-7 процентов, так оно и есть, но слушайте, у нас большинство подрядчиков, они в том числе занимаются ремонтом дорог. Ремонт дорог происходит в летний период. В зимний период, что им делать с своим штатом и с техникой? То есть, если они не будут выплачивать зарплату, а у них работы по ремонту дорог нет, им вот эти контракты позволяют выживать предприятию, сохранять его, работать потом на состоянии. Это очень важно, это нужно понимать. И когда нам говорят, слушайте, у нас там не хватает денег, говорят, ребята, ну как бы хватает. Нужно увеличивать, безусловно, на вывозку снега деньги увеличивать нужно? Нужно. Но давайте сделаем сначала контрольные точки и посмотрим, сколько вывозят реальности. И тогда уже вам говорят, слушайте, да, нам нужно увеличить до миллиарда. Ну, обоснованно. То есть, пусть разложат 350 миллионов из них, такая-то часть вывозка снега, такая-то часть уборка, такая-то часть дворники. Где дворники? Где они? Ну, блин, покажите мне их. Ну, дворники у нас исчезающий вид. Скажем так, в моего дома дворник есть. Это управляющая компания. Спасибо ей. А какая управляющая компания? Давай прорекламируем ее. К сожалению, вот. Не могу сказать ничего хорошего, потому что дворник есть, отопления нет. На основных тротуарах дворников нет, и мы их не видим, по крайней мере. Нет, я вижу, там стоит машина компании САГ, там вот, ну, желтая такая маленькая, у них выходит там дворник, что-то прибирает, там, где на перегасках. Остановки. Ну, это хорошо, да, но, в общем, на объеме, слушайте, дворники, они, по идее, должны быть. Я полагаю, что они, скорее всего, даже где-то числятся в штате. При положении. Ты был в Крыму недавно, в Ижевске. Как там? Дворников видел? В Крыму-то там дворники уже начинают с полседьмого утра работать, и их там ни один, ни два, я их там очень много видел с утра, особенно в Симферополе, по Удмуртии, пока ничего не скажу, потому что... Но они сейчас там не снег убирают. Нет, конечно, не снег, но там такая же приборка, это обычно стандартная приборка, утром выходишь, и ты должен подмести, убрать песок, убрать листья, из урны, убрать урну, и они там есть, они там, честно, я их-то видел, я сам удивился, когда там в субботу в полседьмого утра там человек ходит, уже начинает прибирать, если это брать про Крым, про Симферополь, а если брать в Удмуртии, ну, был вчера в Ижевске, так как, по крайней мере, чисто, по крайней мере, чисто. Вот могу только так, пока конструктивно сказать. Если сравнить, допустим, с летним периодом, то есть у нас просто песочная буря, слушайте, ну, эта песко-соляная смесь, ну, просто отказываться нужно как можно скорее от нее. Ну, 21 век, нельзя песок сыпать в таких количествах в городе, тем более, не убирая никогда. Но есть варианты, вот сейчас отраслевики выходят на диалог как раз с предложениями о замене этой песко-соляной смеси, в принципе, с точки зрения экономики. Глава администрации пообещал, что следующей зимой вроде как мы откажемся полностью от нее. Ну, они много чего обещают. Суть в том, что сейчас пришел действующий человек уже, который берет на себя ответственность, судя по всему, какие-то ошибки уже делают, они, в общем, пока еще ничем себя не скомпрометировал, не дискредитировали. Я надеюсь, что все-таки он начнет двигать эти процессы. А отраслевики уже подобные предложения выдвигают. В общем-то, мы с ними собирались в ближайшее время, до конца года, планировали собраться для того, чтобы среди, так сказать, сообщества профессионального выработать подходы. Там речь идет ведь о том, что песко-соляная смесь это как раз та же самая аллергия, вот эти, так сказать, заболевания. А аналоги, при условии, что экономика не будет расти, то есть это не будет дороже. Вот эти аналоги, они, так сказать, могут быть эффективными. То есть уже пошла инициатива, видимо, он ее поддержит, я надеюсь, только на лучшее. Тем более, вот Новый год хотелось сегодня говорить только о хорошем, может быть. Но приходится о плохом. У нас есть новые энергичные главы администрации города, по крайней мере, которые сейчас чехвостят подрядчиков. Конечно. То, что мы просто видели при предыдущем главе администрации, но чехвостил подрядчиков. Чехвостил, но что-то толку-то не было никакого. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим. Но это, вот эти элементы, вот понимаете, чехвостят, бьют кулаком по столу. Элементы ручного управления. Безусловно, в стране они у нас как-то общеприняты. Там, свалка какая-то в Подмосковье не устраивает, президент решает, причем, ну, как бы свалку закрыли, куда везти. Здесь, ну, те же вопросы, то есть нужно постепенно перехлить от ручного управления к системному. Ну, по-другому не бывает. Кому-то, Милия Вячеславович, намекнул так очень прозрачно, или даже напрямую сказал, что руководитель Уколенинского района, вчера, его уже нет, то есть там уже все написали заявление, и его, и замы. постой ты, постой, он есть, он жив, и вопросов его нет. Он написал, ну, там есть большие вопросы по его деятельности, не стоит забывать, там вообще, это отдельный разговор про Уколенинский район, это какая-то гениальная компания муниципальная, что там, ну, просто один за другим руководитель меняется, и у каждого вот такой пласт какой-то кошмарных проблем вот на пустом месте создаются. То приборы учета не поверены, минус 200 на предприятиях, то приборы учета на дома поставят, как сейчас, блин, в три раза завышена цена. Ну, какой-то кошман, ну, невозможно. Ну, так это пример такой же дирекции дорожного хозяйства примерно. Там тоже руководители меняются, меняются, и даже куча, куча, значит, всего правил. У меня что, пригласить, так сказать, деятельных, молодых, энергичных ребят, да, вот в группу Константин хотел озвучить, да, для того, чтобы, у нас сейчас идет переформатирование рабочей группы, мы кого-то исключаем, кого-то берем, если есть желающие вступать в рабочую группу и активно в следующий 2018 год с нами работать, добро пожаловать, 28 числа будет заседание рабочей группы при общественном палате приходите. Где? В общественном палате в ЧАНС, Дериндяева 23, 222 кабинет. Пишите на электронную почту общественной палаты либо личные... Ну вы в соцсетях можете писать, нам писать, Я думаю, что мы в соцсетях вывесим прямо анкеты, которые можно заполнить, все контакты оставить. Везде исущие. Да, и важно понимать, что без вас хороших дорог не будет никакой. Ну, Виталий, смотри, вот вы этот год работали, прошлый год начинали работать, все равно какие-то люди к вам подтягиваются. Нет, Так, давайте мы переходим уже в новое русло рекламы. У нас середина часа, давайте сходим на нее и вернемся. Николай Голиков, Владимир Сметанин и наши гости. Наши гости еще раз напомним. Константин Сичихин, Багир Шарифов, Виталий Брам, это члены рабочей группы по контролю над ремонтом, содержанием дорог. И мы говорим сегодня об итогах года, ну, в принципе, говорим мы сегодня обо всем. Обо всем, да. Мне тут позавчера, по-моему, идея пришла, у меня был вечерний сеанс расчистки от снега машиноместа, я вот машу лопатой, что называется, да, и думаю, блин, а вот эти 350 миллионов, да раздайте вы их людям, да мы все с лопатами выйдем, да мы разгребем наш город, не надо никакой техники. Мы уже как-то говорили с Николаем, а можно, ну, давайте праздник устроим на 350 миллионов, да блин, какой снег, да ну его. Так, теперь все долго радоваться. Серьезное русло. У нас в понедельник в эфире, в прямом эфире будет губернатор Кировской области Игорь Васильев, и вы, как заметное такое общественное движение, имеете полное право задать ему вопрос. Вот сейчас давайте вопрос сформулируем, а в понедельник мы его от вашего имени озвучим. Зададим. Такое искушение вот сейчас в прямом эфире. Ну вот надо четко только, четкий нужен вопрос. Нет, у нас пока несколько, даже несколько вопросов. Надо вспомнить, что Игорь Владимирович, он же вступал в группу. Да, вот первый вопрос у нас с Игорем Владимировичем будет, вернётесь ли вы в рабочую группу обратно. Игорь Владимирович, вернётесь ли вы обратно. И активно работать, да. Вы не активных-то работников исключили. Вернётесь вы в группу и будете ли вместе с общественниками собственно ездить, контролировать, смотреть. Записал. Ну и второй основной вопрос это внедрить наконец-то работающие элементы контроля в дорожной отрасли. То есть тут и 21 век всякие информационные системы, те же там люди, кто контролирует. Ну это нужно перетрести. Виталий, озвучивай. Ну было вроде это интерактивная карта была, да? Конкретно, если мы говорим про интерактивную карту. Интерактивная карта, да? Она вроде как бы сделана, но она сейчас показывает информацию, которая не соответствует действительности. Озвучь, пожалуйста, где её адрес? Адрес, где её можно посмотреть. Те, кто сейчас перед... Гео. Сейчас скажу прямо вот мне. Те, кто сейчас за компьютером или за гаджетами какие-то, чтобы зашли, посмотрели. Если какая-то находится по адресу Гео Киров. Гео Киров, да? Что-то такое там. Я потому что... Просто ситуация банальная. Она в том году, когда мы начинали по содержанию в УДС разговаривать, было крепкой рукой всё сказано в ручном управлении. Она заработала. Все подрядчики там стали появляться. И, по крайней мере, их можно было не на все 100%, но как-то смотреть, где техника работает. Этот год опять начинается с того, что данная интерактивная карта не работает. А если работает только для Авиат Автодора, так как это муниципальная, областная организация, которая в посещении обстоятельств там обязана находиться. А частные подрядные организации, такие как спецообсохозяйство, другие какие-то, они там не обязаны находиться. А если и должны находиться, то, по сути, они должны ещё и денежку заплатить для вхождения в эту карту. То есть, чтобы отображались эти машины? Конечно. В контракте указано на содержание, что автомобили, техника, у подрядчиков должны быть оборудованы GPS-трекерами, но нету пункта о том, что они должны предоставлять информацию с этого датчика. В пункте нет. То есть, муляж повесить можно? Нет. Они должны, можно проверить, он стоит, работающий, работающий, но информацию он скажет, а я не должен предоставлять. Ну, при желании. Понятно, можно заставить, в любом случае, но это глупость какая-то. В том году это заработало. В этом году мы сталкиваемся с теми проблемами, мы это уже обсуждали на рабочей группе недавно, мы столкнулись с той проблемой, что в этом году она, во-первых, не работает в том виде, в котором это было, и желательно это все опять вернуть. Нет, что нужно сделать, ведь уже даже, ну, вот у меня там есть четкое понимание, что нужно с этой установной картой, с этой системой контроля сделать. То есть, мы пообщались и с опорным вузом на эту тему, с Институтом математики и информационных технологий. И, ну, вывели там тезис, на что нужно сделать, какие шаги. То есть, первое, провести проверку всей спецтехники, например, наличие этих вот там трекеров, GPS, GLONASS, оборудования. Второе, установить датчики контроля работы навесного оборудования. То есть, мало ведь того, что он показывает, где едет, давайте поставим дальше, то есть, эта вся техника есть, она используется во всем мире. Опущен там у него ковш, не опущен там, какие там действия, щетка там метет, она не метет. Это все можно сделать, без этого в 21 веке никто ничего делать не будет. Это эффективно, это не имеет контроля. На предприятии, если она эффективно выстраивает деятельность. Третье, настроить эту систему мониторинга, чтобы был в ней режим, во-первых, заданных там заданий. Если уже на мониторации говоришь, что нужно выбрать вот то-то и то-то, то пусть четко пишет. Вот мы, если кто занимался там проектным, ну, каким-то управлением, грубо говоря, каким-то там коммерческой отрасли, в общественной, отслеживать все задачи, все действия, звонки клиентов и так далее. То есть эти все штуки можно вводить. Четвертый пункт. Если Минсвязи, допустим, и подведена соорганизация не может по-хорошему контролировать эту работу или может, то есть нужно разбраться. Если не может, то есть как бы частная компания, в том числе муниципальная, тоже там ЦДС, но он же за автобусом следит, но более медиэффективно, вопросы к ним есть, но как-то что-то работает, то есть, ну, либо там совместными какими-то там действиями, это все можно сделать. В любом случае на порядок выше, собственно. Ну и, конечно, не дарить возможность формирования четких отчетов о выполненных там работах за конкретный период времени. Прошла ночь, глава администрации сидит у себя там в кабинете, смотрит на монитор, ага, сегодня ночью такой-то подрядчик сделал, такие-то работы, у него прямо карта вырисовывается, путей, что там происходило. И вот это все в итоге будет работать и в дорожном строительстве, когда подрядные организации заобезуют стоять GPS-трекинги на все автомобили, даже на укладчик. И товарищ, ну, любой глава администрации, он может утром зайти и посмотреть, сколько метров прошел асфальтовый укладчик за ночь, например. Да, когда нам там говорят, мы там столько-то метров выложили асфальт, а по факту приезжаем, да там ничего не делали, как Киров-Русска строили. Отчеты идут, идут, идут там каждый день, а по факту приезжаешь, там километры они не прошли еще, да, в течение недели. И в данной этой ситуации если мы начнем вот это, внедрять, вот этот контроль, онлайн контроль, да, когда мы будем заобязывать за счет подрядчиков за счет подрядчиков внедрять и вносить это в общую какую-нибудь онлайн карту, пусть это будет та, которая сейчас в рамках ГИСа, либо это будет какая-то частная компания, вот это все информационно. Мы это сможем переложить и на дорожное строительство, и таким самым будут контроли в дорожном строительстве, по крайней мере, по опыту, по факту использования, по объему использования, Мы видим, сколько туда пришло машин с асфальтом, сколько они от раз рейсы сделали. Мы можем видеть, сколько укладчик прошел километров, метров, проще сказать. Это все можно будет контролировать в онлайне. — Если это будет стоить 50 миллионов рублей, то их надо взять и потратить один раз. Ну, это сущие копейки с 47 миллиардов бюджетом. — У Багира Багировича, они сэкономятся за один месяц. — Вызревает внутри. — За один. — Сейчас он сейчас выдаст. — Ну вот, поскольку в канун Нового года, мы говорим вопросы, можно пожелания. Ну вот, практически к Деду Морозу. Ну вот, нам необходима поддержка его, да? Ну, вроде бы как выборы-выборы, да выбрали уже. Тебе на волках, вот, ему же нужно подарки раздавать ездить, да? Ты ведь волков-то не прокормишь, тебе олени нужны. Это те, кто берут и делают безвозмездно даром, неравнодушные люди, которые действительно хотят что-то к лучшему изменить. Поэтому у меня вот такое пожелание. Ты, пожалуйста, для того, чтобы тебе спокойно была, так сказать, возможность управлять, делать благие дела, ты, пожалуйста, опирайся на тех, кто действительно уже показывает какие-то результаты. Вот нам искренне очень сильно нужна помощь, потому что вот те детали, о которых ребята говорят, их очень тяжело сделать в случае, если нет помощи, а есть даже противодействие. А ведь контракты, которые заготавливаются, которые мы сейчас, Вася, оспариваем, ведь их подготавливают, заготавливают для иных целей, а не тех, которые, собственно, должны преследоваться. Самое-то важное. Мы сейчас говорим про ушел или ушли директора ДХ Менькина. Правильщая компания муниципальная тоже без руководства. АТП скоро, скорее всего, останется без руководства, судя по всему. Ну, нужны... Вот сейчас там четкое понимание. Я надеюсь, что оно есть в администрации. Хотелось бы это верить. И вера пока что есть. Но чтобы были вот эти системные решения по тому, кого назначить туда. Потому что можно всех пересажать, можно всех убрать и так далее. Но что будет делать дальше, вот сейчас очень важный момент. И я думаю, сейчас вот для Ильи Вячеславовича очень важный момент в его карьере, главой администрации, чтобы показать, как можно эффективно выстроить эту деятельность. Чтобы эта деятельность не зависела от фамилии человека, собственно говоря. Приехал он, уехал или остался. Люди приходят, люди меняются. Система, она должна работать. И плюс, все элементы контроля, они должны работать. Общественность хорошо, карта хорошо, заказчик хорошо. А где оперативная деятельность? Если мы говорим про Киров русская. Ну, чего мы все лукавим? У нас был московский подрядчик, который зашел непонятно таким образом. Где КГБ, ФСБ, МВД, СК и все прочие товарищи? Слушайте, ну как бы всем известно, как они заходили. СРУ, ФБР. Всем же известно, как они заходили. У меня есть предположения, как они заходили. Я думаю, что у вас она тоже есть. Вплоть до записи переговоров, разговоров. Почему не было пресечено? Почему мы получаем сейчас на выходе 390 миллионов рублей дорожных средств по федеральной программе, неэффективно потраченных? Почему мы получаем риск слета с федеральной программы? Почему это происходит? Это невозможно сделать, ну как бы без вашей, в том числе, участия и помощи. И неважно смотреть на конъюнктуру. Неважно уже. У нас есть Владимир Владимирович Путин, который, я думаю, одобрит ваши действия полностью, целиком. Это все, вот эта тирада, все относится к Деду Морозу в погонах, которые... Ну, в том числе. Без них, понимаете? Вот смотри, мы говорим про то, что у меня лично есть вопросы к аукционам дорожным по ремонту дорог, которые были летом. Они биустонно есть. У меня есть предположения, у меня есть понимание, что произошло. Но со стороны документарной и проведения процедур, все хорошо. Картель там никакой не доказать. Ну, заявились москвичи и плюс москвичи. Ну, заявились, хорошо. Ну, слушайте, а для чего у нас есть спецслужбы? Ну, для чего? Где их работа? То есть вот в этом вопросе. Они там посадили там директора Крика? Молодцы, но давайте пойдем дальше. Да. Вот такое пожелание. Добрый, добрый ты добрый. Добрый, добрый. По сути, зловещий. Я не кровожадный вообще, но, слушайте, нужно четко выстроить... Дед Мороз, не курочка, он сейчас в роли гнома. Нужно выстроить четкие рамки понимания у всех субъектов, что, слушайте, если мы будем продолжать такой бардак творить дальше, то мы развалим страну. Я не шучу. Я про это говорил еще 2-3 года назад. Если мы будем продолжать вот в том же духе, в котором было, да, в том же духе, как мы управляли городом при Владимире Васильевичем Быкове, мы развалим страну, не город, страну мы развалим, потому что в каждом регионе точно такие же проблемы, одинаковые плюс-минус. Если мы это не исправим сейчас, то мы все потеряем, к чертовой матери. И придется ехать к Герману Серегу в леса и печь хлеб. А я вот немножко по-другому думаю. Несколько секунд уже. Все-таки это божественное проведение, поэтому в итоге спаси себя сам. Вот спас себя Быков, ну мы увидим в ближайшее время. Ну спас себя Ганжела и все прочие, кто, ну мягко говоря, шел своим путем. Поэтому пожелание в Новый год всем одно. Спаси себя сам. И Игорю Владимировичу то же самое. Если тебе будут, так сказать, помогать люди неравнодушные и созидательные, это один результат. А если, так сказать, вокруг тебя стая волков соберется, это другой результат. Вот и все. Можете рассчитывать на нашу какую-то поддержку, какое-то мнение независимое, что самое важное. У нас же всегда вокруг всех руководителей вьются какие-то лоббисты. Это к чертовой мать, я где-то постать всех. Просто взять их пинком всем под сороку. Ну как, ну что, есть народ. И так нам пора развить. Дальше время кончилось. Все будет хорошо. Тут Хирс Менькер, вспоминаю, в завершении спрашивал, будет ли продолжать он работать. Но вы-то с этой темой не будете спрыгивать. Нет. Как-то уже 10 лет, да, уже привыкли, уже бились. Шаг делан до конца, до логического вершинства. Еще раз напоминаю, 28-го. 28-го декабря, в четверг, на следующей неделе, в 13.00, 222-й кабинет, Дериндяево 23-й. Вы соберетесь там рабочей группой, и вы очень надеетесь, что придут новые люди, новые силы, которые будут активно продолжать работать. А 26-го числа, во вторник, мы будем обсуждать образование тарифа на отопление. А в последствии все остальные тарифы с экспертным сообществом, специалистами и всеми субъектами, кто тут участвует. Тоже в общественной палате? Ну, при общественной палате. С помощью. Спасибо, нам пора завершать. Удачи, удачи вам, Константин Сичихин, Багир Шарифов, Виталий Брам. Мы не прощаемся, культ поход у нас через 20 минут. Спасибо. Прибудет с нами сила. Всех с новым годом.